Всем привет, дорогие! Это Киона. Сегодня я хочу делать видео и рассказать вам, как правильно надо ухаживать для проблемной и жирной кожи. Это совсем последняя версия. Очень много новой информации в 2024 году. Поехали! В первой части обязательно, если вы уже делали макияж, гидрофильное масло обязательно. Как правильно пользоваться гидрофильным маслом, нужно сухая рука, делаем массаж, подводки или румяна, все можно снимать. Теперь нужно мокрая рука водой и делаем эмульгирование. Если не становится таким белым, то вы не правильно пользовались. Когда вы выбираете гидрофильное масло, самое важное это эмульгирование. Например, вот это гидрофильное масло, он встречается с водой, он становится таким белым. После гидрофильного масла обязательно нужно смывать пенкой. Как правильно пользоваться энзимной пудрой? На самом деле энзимная пудра, это пользовалось в дерматологии. Да, потому что он для особенно жирной кожи, проблемной, очень хорошо подойдет. Потому что намного меньше раздражений, чем обычной пенкой. Как правильно пользоваться? Сначала вот так, вот так надо смешивать. Вот, открываем, наливаем на руке. Очень, очень легкая текстура, как облако. Врачи и вододерматологи после процедуры советуют пользоваться этой пенкой. Так, обычно я советую пользоваться пенкой именно с доктору Шракль энзимной пудрой. Теперь можно делать маску. Вот так. Оставляем на лице. Один минут, тогда вы можете пользоваться как очищающей маской. Что такое хорошая утренная пенка? После умывания вам нельзя чувствовать сухости. Если вы чувствуете сухость, это значит, что ваша кожа стареет. Поэтому особенно утренная пенка очень важна увлажнение. Так, теперь покажу вечерную пенку. Так как вы уже сделали макияж, нужно более тщательно смевать лицо. Если вы видите, у него цвет серый. Это потому, что внутри экстракт уголь. Уголь, он высаживает пенку. Он очень мягкий и запах тоже какой-то лечебный. Это мне посоветовали корейские бьюти-блогеры, которые говорят, что это очень эффективно. Это больше чем полмиллиона штук продалось в Корее. И больше чем три тысячи отзимов от покупателей. Есть кто покупал целый тридцать штуки, потому что он очень хорошо убирает прыщи. Говорят, если вы пользуетесь в течение трех дней, вы можете увидеть, что прыщ ушло. Как нужно пользоваться? Здесь ватные палочки. Здесь у меня прыщи. Вчера у меня было три раза больше. То я два раза. Вчера утром и вечером пользовалась. И намного-намного меньше стал. Не. Вообще не больно. Просто можете наносить. Только надо осторожно. У него появилась подделка. Еще вы можете пользоваться как тонером. Тогда он убирает мертвые кожи. Ползовались синим средством. Вот это был первый этап. Обязательно нужно вместе пользоваться с вторым этапом. Такой зеленой штукой. Если вы добьете прыщи, то даже у вас чистые руки, все равно будет воспаление. Если вот этот синий успокаивает кожу, а вот этот зеленый, он ощущает, что прыщи не остались как след. Как правильно пользоваться? Вы просто можете сверху, где у вас прыщи. Внутри 12 натуральных средств, в том числе женщин, мандолины. Поэтому очень дорогие, дорогие составы. Очень-очень хочу посоветовать, если у вас прыщи или проблема. Даже для подростков тоже можно пользоваться. Последний этап, это гель-крем. Самый-самый легкий крем, который у меня дома. Очень-очень легкий, с экстрактом кумбу. Внутри целый 20% экстракт чайного грива. И 59% экстракт зеленого чая. Из Босон. Город в Корее. Там самый-самый лучший зеленый чай. У него такая легкая текстура. Это крем, гель-крем для жирной и проблемной кожи, который балансирует кожу. Недавно была экспериментация в лаборатории. Они на хлебе половину намазывали этот крем и пекли. Все равно вот эта часть, где намазывали этот крем, остался влажным, мягким. Если у вас жирная кожа, проблемная кожа, если вы много-много ругаетесь, тогда у вас температура в коже повышается. Тогда в ближе очень часто появляется и жир. Вот этот кулер вместе с кумбуча, гель-кремом, очень хорошо подходит. И у меня очень много кулера на самом деле дома. И это больше всего долго держится эффект холод. Вы тоже можете оставить в холодильнике, не в морозилке, это будет очень холодно, где-то полчаса. И доставляйте, вытирайте мягкой салфеткой, чтобы влажности не осталось на лице. И можете делать массаж. Идеальная температура для человек чешской кожи это 31 градус. Если у вас в коже температура больше чем 36.5, то очень быстро появляются морщины. Все, дорогие, спасибо большое, что посмотрели. И надеюсь, что мой совет вам понравится, особенно если у вас жирная, правильная кожа. Наверное, вы уже знакомы с этим брендом Доктор Ширакуль, потому что в России, в этих странах он супер-супер популярный. И вы знаете, я приготовила для вас ивент. Я угрожала представителям, чтобы вы могли все это средство покупать с очень... Большой скидкой. Когда будет 8 октября, у нас будет прямой эфир с представителем. Увидимся тогда. Аннём, пока.